Вот уже пять столетий мужчины всего мира ломают голову. О чем думает женщина, нарисованная художником, гомосексуалистом? Она улыбается? А рассержена? А возбуждена? А может быть, она грустит? Кому как не мне знать, о чем думает женщина? Ведь ко мне обращаются женщины от 20 до 70 лет, и все думают только об одном. Как стать Джакондой для конкретного мужчины? И это возможно, друзья. Недавно мой муж поставил в рамку мою фотографию и утверждает, что я современная Монализа. И мне интересно, это только глаза влюбленного мужчины могут так на меня смотреть? Или мы на самом деле похожи? С одной стороны я, с другой стороны Джаконда. Напишите в комментариях, как вы думаете, действительно ли и есть между нами сходства, и кто из нас вам нравится больше. Сегодня у нас необычайно интересная программа. Вначале я покажу вам свою волшебную палочку для тренировки интимных мышц. Во второй части мой инструмент для повышения потенции. И вы убедитесь, что для наилучшего эффекта лучше применять его вместе. И вы, и ваш мужчина. И в третьей части, сюрприз, мы пройдем специальные тесты, и вы будете знать, сколько времени уделять тренировке именно вам, чтобы освоить любую технику. Поцелуй матки, стрельба по шарикам, всасывание воды из вазы, все, что вы пожелаете. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, и мы начинаем. С давних времен мужчины с богатым сексуальным опытом, фараоны, шейхи, определяли сексуальность девушки, потому насколько мастерски она может управлять мышцами живота и бедер. Этим техникам девочек обучали с детства. И в этом не было совершенно никакого эротического подтекста, потому что вы же сами видите, при управлении мышцами живота происходит глубинный массаж внутренних органов. Яичников, матки, кишечника, мочевого пузыря, почек. Но в западной культуре женщины обучаются этому, будучи взрослыми. И как инструктор я столкнулась с тем, что есть одна мышца, которую не чувствуют 98% женщин. Но именно этой мышцей нужно научиться управлять. И не только ради секса, а потому что она защищает переднюю стенку влагалища и матку от выпадения. Сейчас я показываю, что она похожа на широкий пояс вокруг талии. Для того, чтобы активировать эту мышцу, я использую палку. Секрет этого упражнения в том, что поперечная мышца живота крепится к позвоночнику. Когда вы опускаете палку впереди себя, она прикасается к нижним пучкам поперечной мышцы живота. Когда вы опускаете палку вдоль спины, старайтесь, чтобы она прикасалась к нижней части позвоночника, к копчику. Потому что именно в момент соприкосновения происходит такой прогиб позвоночника, который включает нижние пучки поперечной мышцы живота. После практики сразу введите нефритовое яичко. И при подтягивании яичка вы тут же почувствуете, что одновременно с мышцами тазового дна начинают работать нижние пучки поперечной мышцы живота. Вот посмотрите, здесь это упражнение изображено схематически. Мышцы тазового дна и нижние пучки поперечной мышцы живота подтянуты, вот они обозначены двумя стрелочками. При этом середина и верх живота расслаблены. Дыхание свободное. Это упражнение для живота также помогает сделать тонкую талию. И вот сейчас очень тонкий момент. А насколько талия должна быть тонкой? Если мы говорим о девушке 18-20 лет, то здесь даже мы не обсуждаем. Талия должна быть тоненькой. Но с возрастом у женщины менее продуктивно работают яичники. Это значит, что уменьшается количество овуляций. Раньше было 10 овуляций в год, потом стало 5. И уже перед климаксом овуляций нет совсем, а происходят просто ежемесячные менструально подобные кровотечения. Ценность овуляции в том, что когда созревает фолликул, а он созревает не один, у него есть целая свита, несколько фолликулов, но только один становится доминантным. Так вот растущие фолликулы обогащают кровь эстрадиолом. Это все равно, что распускаются бутоны роз и наполняют сад своим ароматом. Почувствуйте сейчас, представьте аромат роз. Так вот фолликулы – это как бутоны, которые распускаются и наполняют тело женщины своим ароматом. И влагалище у нее пахнет приятно, и слюна у нее вкусная для поцелуев, и кожа у нее пахнет возбуждающей. Кроме того, эстрадиол повышает тонус и выносливость всех мышц, а не только интимных. Но с возрастом, когда количество овуляций уменьшается, организм предусмотрел защитную реакцию. Он увеличивает количество жировых клеток, потому что жировые клетки вырабатывают гормон, похожий по своему действию на эстрадиол – эстрон. И поэтому с возрастом женщина должна внимательно и уважительно относиться к своей жировой ткани. Вот послушайте мнение доктора-гинеколога по этому вопросу. Чем, кстати, грешат наши женщины. То есть сначала она массу тела привела в норму, а потом вспомнила, что в подростковом возрасте у нее был вес гораздо ниже, и давай, значит, насиловать доктора, как нам снизить еще массу тела, потому что так вроде бы как будет значительно она интереснее. Хотя при этом забывают, что ведь жировая масса – это очень важная ткань, в которой синтезируются гормоны, и гормоны в определенном возрасте. Если нет функции яичников, то ее функцию в какой-то степени берет на себя жировая ткань. И если мы будем от нее так интенсивно избавляться, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. Я акцентирую ваше внимание на этом вопросе, потому что без эстрадиола, который вырабатывают яичники, или без эстрона, который вырабатывает жировая ткань, невозможно получить качественный результат тренировки. Поэтому чем старше возраст, тем шире талия, но не больше, чем 79 см. Почему именно такое ограничение, вы поймете, когда мы пройдем тесты в третьей части видео. Ну а сейчас займемся повышением потенции. Вначале я покажу вам, как измеряется энергетический потенциал человека. Это прибор, который называется динамометр. Измерение лучше всего производить в положении стоя, рука вытянута перпендикулярно туловищу, и следите за тем, чтобы рука была абсолютно прямая, потому что даже незначительный изгиб руки искажает результат. Сейчас вы видите мой личный результат 30,5 килограмм. Есть медицинские нормы, сколько должны выжимать здоровая женщина и здоровый мужчина. Сейчас два доктора продемонстрируют и озвучат нам эти нормы. У мужчины, у здорового, если он не спортсмен, то сила сжатия динамометра должна быть... Увеличь, пожалуйста, вот туда. Сила сжатия динамометра должна быть не меньше 40 килограмм. Сейчас мы покажем это. То есть не меньше 40 килограмм. Если мужчина занимается спортом, то у него не меньше 50... Отодвинь флажок назад, там сзади. Да, вот так, чтобы... Не меньше... Вытянуть руку, вытянуть руку, не смотреть... Не смотри на меня. Не меньше 50... От 80... Давай, ну-ка, сколько? 90, по-моему. Под 90. Ну, скажем, 87. 87 килограмм. Это просто элементарных методов диагностики дефицита тестостерона. Есть облегченная версия этого прибора для женщин. Но я выбрала модель для мужчин, для того, чтобы кроме себя контролировать показатель мужа. Вот когда он у меня спрашивает, ты не против, если мы с другом в воскресенье съездим на рыбалку? Я говорю, ну, конечно, езжай. Но имей в виду, когда ты вернешься, мы будем проверять твой энергетический потенциал. Поэтому думай, какой напиток тебе предпочесть, что кушать и вообще как себя вести, чтобы, когда ты вернешься, все показатели были в норме. Это главная виагра, которая применяется у нас дома, потому что этот прибор показывает, в норме ли у мужчины и женщины тестостерон. Потому что балет «Умирающий лебедь» нравится всем. Но никто, ни мужчина, ни женщина, не хочет заниматься сексом с «Умирающим лебедем». Ставьте лайк, если вы со мной согласны. Если у человека понижен показатель на этом приборе, это же не значит, что он становится импотентом. Но это значит, что человек начинает предпочитать заниматься сексом с самим собой. Потому что для того, чтобы довести себя до оргазма, нужны вот такие энергетические затраты. Но чтобы заниматься сексом с другим человеком, доводить его до оргазма, испытать оргазм самому, нужны вот такие энергетические затраты. Потому что в некоторых позициях мужчина полностью удерживает женщину на весу. Потому что главная поза, в которой практически все женщины испытывают вагинальный оргазм, это поза, когда женщина сверху. Но для этого нужно участвовать при людии, реагировать на действия мужчины, доставлять ему удовольствие, держать фокус на своем оргазме и ноги не должны уставать. У меня есть большое видео про то, как повышать тестостерон у женщин. Ссылочка на это видео вот здесь, в углу экрана, и внизу под видео. Обязательно его посмотрите. Потому что все программы тренировки направлены на поддержание и повышение тестостерона. Ну а сейчас мы переходим к главному вопросу, который задают женщины, которые начинают заниматься. Через сколько времени будет результат? Сколько нужно делать упражнений для того, чтобы добиться желаемого эффекта? Тренировка интимных мышц состоит из двух частей. Первое – это построение координации между мышцей и мозгом. Потому что именно мозг управляет мышцами. И поэтому сейчас мы пройдем тест. На экране появится текст, и вам нужно прочесть, что там написано. Читайте. Если вы поняли содержание этого послания, то мы переходим к следующему тесту. Сейчас на экране появятся слова. И вам нужно будет или вслух, или про себя назвать цвет, а не слово. Назовите цвет, а не слово. Если вы справились с двумя предыдущими тестами, то этот покажется вам смешным. Мысленно соедините нужные буквы и цифры. Время пошло. Это самые элементарные тесты, которые отражают здоровье мозга. Если вы прошли их с первой попытки, то будьте уверены, первый этап тренировки займет у вас от 1 до 7 дней. А вот второй этап мы переходим к многократному повторению упражнений. То есть мы знаем, что делать, и повторяем много раз для того, чтобы количество повторений перешло в качество, в качественное изменение мышцы. И вот то, что вы сегодня скушали на завтрак, это сырье для роста мышц. Но для того, чтобы эти питательные вещества попали в мышечную клетку, нужен гормон инсулин. Потому что инсулин проводит питательные вещества во все клетки. Но задача инсулина – просто доставить питательные вещества. А нам этого недостаточно. Нам нужно еще и деление. Поэтому есть еще один гормон, который называется инсулиноподобный фактор роста – ИФР. И вот это фактически гормон роста. Он отвечает за деление клеток. Сейчас приведу пример. Вот когда женщина планирует беременность, она же не думает так. «Ну, пусть у меня родится кто-нибудь, какой-нибудь больной, хромой, косой, с каким-нибудь синдромом, там мне все равно». Нет же, правда, когда у женщины желанная беременность, она думает, «Пусть у меня родится малыш здоровенький, красивый, умный, похожий на папу». Вот точно так же и здесь. ИФР – это фактически гормон беременности клетки. И от того, насколько он правильно работает, зависит, чтобы клетка правильно поделилась. И если это клетка – влагалище, то это новая клетка, которая будет обеспечивать упругость, тонус вагинальной стеночки. И вот здесь есть один нюанс. Дело в том, что и инсулин, и инсулиноподобный фактор роста действуют на клетку через один и тот же путь, один механизм. Если инсулин становится излишне активен, и он излишне раздражает рецепторы, то инсулиноподобный фактор роста тоже действует неадекватно. И тогда клетки, которые делятся, рождаются неполноценные, больные, и в самом ужасном случае – это раковые клетки. Возможно, вы подумали, что нужно срочно идти и сдавать анализ на инсулин. Но не торопитесь, потому что есть более надежный и простой метод. Вот что нужно сделать. Включите яркий свет, снимите с себя всю одежду и внимательно осмотрите свое тело перед зеркалом. Посмотрите, не появились ли на теле какие-то пятна, бородавки, уплотнения, не растут ли волосы в необычном месте, например, если у женщины растут длинные волоски на бороде. Если вы знаете, что вы вышли из душа и кожа чистая, и вдруг вы видите, что в некоторых местах она как будто грязная, как будто плохо помыта. Это может быть зона на шее, вот зона воротника. Осмотрите локти, нет ли здесь потемнений, посмотрите зону подмышек, промежности половых губ. Или же, если во время УЗИ у вас обнаружили кисты, миомы, полипы, эндометриоз, это все дикое мясо. Это значит, что клетки размножаются кое-как, растут уродливые, больные клетки. Обязательно измерьте себе объем талии. Меряйте честно, потому что ведь вы делаете это исключительно для себя. Так вот, если установлено, что если у женщины объем талии больше, чем 79 сантиметров, это значит, что избыточная активность инсулина. И инсулин повышен, и для этого не нужно сдавать никаких анализов. Это совершенно точно. Если на вашем теле нет ни внешних, ни внутренних изменений, то второй этап тренировки займет у вас 3 месяца. Но что делать, если такие изменения есть? Первое. Не паниковать. Потому что осознание этой ситуации, это уже начало ее исправления. Второе. Понять, что программа тренировки займет у вас больше времени. Вот насколько больше вопрос индивидуальный. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Не пожелай другому того, чего не желаешь себе. Это библейские истины, друзья. И я их придерживаюсь. И все, что я предлагаю делать вам, я делаю, проверяю и испытываю на себе. Посмотрите, какие простые аксессуары я использую для тренировки. Палка, нефритовое яйцо, динамометр. Потому что самое простое, оно и есть самое эффективное. Я прошла этот путь, и шаг за шагом помогу вам по нему пройти. Дорогу осилит идущий. Большая дорога начинается с первого шага. Так сделайте этот первый шаг. Заказывайте нефритовые яйца и программу тренировки на моем сайте. И вы станете здоровой, красивой, сексуальной джакондой для своего мужчины. А если такого мужчины пока нет, то изменениями, которые с вами произойдут, вы привлечете его в свою жизнь. Потому что это так работает. Вот видите? Вот увидите, что так и будет.